Итак, мы продолжаем. Рассказ об одном из удивительнейших элементов нового продукта компании Вижн браслета Квадрактив. Вот как изумительно выглядит это ювелирное украшение. Но это не просто браслет. В нем есть четыре вида активных вставок. Одна из них содержит Германию. Почему этот металл так называется и когда впервые его начали применять для медицинских нужд, об этом прямо сейчас. Знаете ли вы, что история названия Германия весьма оригинальна? Первый открыватель элемента номер 32 хотел назвать его в честь планеты Нептун. Ведь Нептун тоже был предсказан раньше, чем открыт. Однако оказалось, что такое имя уже присваивалось однажды одному ложно открытому компоненту. Не желая компрометировать свое детище, немецкий химик Винклер отказался от первоначальной идеи. Отклонил он и предложение назвать новый элемент ангулярием. То есть острым, вызывающим споры. А споров вокруг Германии было действительно немало. В итоге Винклер решил назвать его в честь своей страны. И Дмитрий Иванович Менделеев полностью одобрил это решение. Так как открытие Германии является венцом периодической системы, то вам, как отцу Германия, принадлежит этот венец. Для меня же является ценной моя роль предшественника и то дружеское отношение, которое я встретил у вас. После поддержки этого названия самим Менделеевым оно просто не могло не утвердиться. Большинству из нас не приходилось увидеть Германии в быту. Это редкий и дорогой элемент. Германиевые детали в приборах имеют настолько малые размеры, что разглядеть их непросто. Он хрупок, как стекло и может, соответственно, себя вести. А его цвет зависит от обработки поверхности. Иногда он кажется черным, иногда похож на сталь, а иногда бывает серебристым. По внешнему виду Германии нетрудно спутать с кремнием, его конкурентом, претендующим на звание главного полупроводникового материала и самым ближайшим аналогом. Впрочем, несмотря на сходство многих технических свойств и внешнего облика, Германия имеет куда большее значение. Ведь он не просто ведущий полупроводник, но и ценнейший целительный материал. Для медицинских нужд Германии впервые начали применять японцы. В 1967 году доктор Асай синтезировал органическое соединение Германии и доказал активность против опухолей. После этого интерес к Германию резко возрос. А дальнейшие исследования установили, что различные соединения этого элемента оказывают также обезболивающее, снижающее давление, поддерживающее иммунитет и бактерицидное действие. Благодаря уникальным свойствам Германия способен влиять на различные биохимические процессы. Например, стимулировать насыщение ткани кислородом, а это способствует улучшению мозговой деятельности, помогать очистить организм от ядов и токсинов, ускорять заживление ран, улучшать функциональное состояние центральной нервной системы, повышать работоспособность и ускорять восстановление после тяжелых физических нагрузок, а также укреплять иммунную систему организма. И это далеко не все, что можно рассказать об этом уникальном элементе. Я обязательно сделаю это в нашем следующем выпуске, а перед тем, как попрощаться, напомню, что именно этот элемент вошел в состав новейшей разработки компании «Браслет Квадрактив». Пусть ваше здоровье будет под защитой. Рекомендую всем любителям активного образа жизни. Я могу сказать, что... Зашкаливала. Вот. И, в общем, все прекрасно. То есть это действительно воздействие быстрее и мощнее, чем триактив. Мне говорят, вот отдай кому-нибудь, мол, тебе они велики, там, знаешь, никому не отдам.